Приветствую вас! Давайте попробуем посмотреть на вашу ситуацию как можно более объективно. Вот, с одной стороны, есть вы и есть ваш муж, который говорит, что вы все время предъявляете ему претензии. Так, значит, постоянно говорит ему, что вот он то не так сделал, другое не так сделал, да, и так далее. Значит, это с одной стороны. С другой стороны, есть вы, который говорит, что мне страшно, что я, значит, там, боюсь, что я там опасаюсь, да, что, собственно, не знаю, что мне делать и прочее, прочее, прочее. То есть, ситуация заключается в том, что вы находитесь в состоянии противоречия. Если вам страшно, как вы говорите, если вы боитесь, как вы говорите, да, если вы боитесь, если вы действительно боитесь, то тогда вам скажите вопрос, а зачем же вы, если боитесь, чего вы боитесь? Срода, да, боитесь вот того, что, я так понимаю, останетесь одна, не будете никому нужной, да, и прочее, прочее, прочее. Если вы так сильно этого боитесь, то почему же тогда вы своему мужу предъявляете подобные претензии? Согласны ли вы с тем, что вы это делаете? Согласны ли вы с тем, что вы предъявляете ему эти претензии? Действительно. То есть, подтверждаете ли вы, подтверждаете ли вы факт их наличие? Вы говорите, мне 44 года, мне страшно, и мне предъявляют претензии. А где во всей этой ситуации вы? Скажите, пожалуйста. Где во всей этой ситуации ваша позиция? точка зрения, да, ваша, ну, ваши эмоции, ваши желания, кроме страха, конечно. Где это все? Где, кстати говоря, ответственность за свою жизнь? Где ваши представления о, скажем, скажем, ну, о бряке, скажем так? Да? Где ваши представления о том, ну, чего вы вообще хотите для себя? Чего хотите, как, почему и так далее. Вот. Где вот это все? Где вот это все? Где вот эти вот, значит, ваши, ваши, эм, желания? Их я пока не наблюдаю, к сожалению. Их я пока, к сожалению, не вижу. И вот когда вы сами для себя определите, так, прав ли ваш муж в том, что он говорит, например, о том, что вы ему предъявляете претензии какие-то? Прав ли он в этом или нет? Вот когда вы, значит, с этим определитесь для себя, вот тогда и будет ясно, что вам делать. Ну и, конечно, отдельно надо сказать, что без понимания того, чего вы боитесь, без понимания, четкого понимания с вашей стороны, чего вы опасаетесь, без понимания, почему вы опасаетесь, чего-то. И без вашего осознания того, что это делает вас зависимой от своего мужа, да, в любом случае, то что он может вами манипулировать. Он может вами манипулировать вот этим тем, что вам страшно, он может просто-напросто использовать это для того, чтобы, ну, чтобы вы делали то, что он хочет. Это вот не есть хорошо, это не есть здорово, это не есть замечательно и это не есть правильно в данном случае. Поэтому вы постарайтесь, пожалуйста, вот для себя на эти вопросы ответить. Если, например, мужчина говорит вам, что вы все время предъявляете претензии, так, может быть, не надо предъявлять претензии? Может быть, стоит подумать, чего вы хотите, поговорить по душам, там, съездить, сменить обстановку, там, отдохнуть, может быть, да, или наоборот предложить побыть какое-то время отдельно, прежде чем разводиться. То есть попробуйте подумать над этими вещами, обозначьте свою позицию. Интересно, что вы даже вопросы не задаете психологам. Вы просто говорите, что мужчина хочет развестись. Скорее всего, это его эмоциональное такое вот желание, это его эмоциональный порыв. Мне 44 года, мне страшно. То есть вы, как бы, говорите о том, что вы все-таки боитесь остаться одна. И для того, что вы боитесь остаться одна, вы тянетесь к своему музею. Окей, это здорово. Но а претензии-то тогда зачем предъявлять иммун? Знаете? Не очень, не очень понятно. Так что, также не очень понятно, согласны ли вы с тем, что, значит, ну, эти претензии имеют место быть или нет? Тоже очень важный вопрос. Понимаете? И, действительно, если вы боитесь, то это очень плохо для вас. Нужно работать с вашими праздниками, чтобы вы не боялись, чтобы вы более спокойно воспринимали развод, чтобы вы не позволялись своему музею осознанно или нет вами манипулировать. Ибо это, в любом случае, очень плохо. И так далее. Понимаете? Вот. Так что, вы знаете, вам бы надо, Марина, записаться на консультацию и подробно все разобрать. То, что у вас кризис в отношениях, это совершенно определено. Я бы рекомендовал, что сейчас нужно быть нежной, ласковой, спокойной, угодливой и так далее, и так далее, чтобы его не приватировать. И, вместе с этим, спокойненько, параллельно разбираться с психологами о том, что с вами произошло. Как вы дошли до того, что вам страшно и до того, что ему очень хочется развестись. Претензии не понравятся никому. И, если он считает, что вы определяете ему претензии, то с этим нужно что-то делать. Вот. А если он просто, как бы, наговаривает на вас, значит, он хочет с вами развестись, значит, ему... Ну, он хочет от вас уйти, а если он хочет от вас уйти, значит, на это есть причины. И, если это его желание, то вы его не остановите. Напротив, если вы будете пытаться его остановить, то ситуация заключается в том, к сожалению, ситуация заключается в том, что вы просто-напросто унижаете себя. А если вы унижаете себя, то это обесченивает вас. Чем пользуется муж еще более откровенно желает с вами разнестись. Подумайте об этом, пожалуйста, и выработайте свою позицию. И, если у вас с этим возникнут проблемы, то тогда, я думаю, что вам нужно будет обратиться за помощью психологу. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, я вам помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Прежде чем попрощаться с вами, хотел бы сказать, что отдельного пункта наслуживает страх. Чего вы боитесь? Попробуйте определить предмет этого страха. То есть, что за ним стоит конкретно. Простите себя, наступило ли то, чего вы боитесь. Представьте себе, что это уже случилось. Случилось то, чего вы боитесь. Что вы будете делать в этой ситуации? Какой будет план ваших действий? Представьте себе это уже сейчас. Представьте себе это. Начните продумывать план своих действий на случай, если это произойдет. И тогда, если это случится, действительно, вы будете подготовлены к этому. И если вы будете подготовлены к этому, вы не будете этого так сильно бояться. Далее. Далее. Далее нужно сказать так. Насколько страшно то, чего вы опасались? Насколько это страшно? А столько ли это действительно страшно, насколько это вам видится? Подумайте об этом. То есть, вот прямо отдельным пунктом проработайте свой страх. Поймите, что именно он делает вас зависимой и слабой от своего мужа. Ну, а я желаю вам всего доброго и удачи.